Привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мою кухню в Лос-Анджелесе. Сегодня я хотела бы рассказать вам и затронуть такую одну очень важную тему, как уверенность в себе. Как вы все знаете, совершенно недавно я записала ролик, интервью с известным блогером, ее зовут Элина Федорова, и рассказала в нем о своей карьере модели. Многие, многие-многие, может быть, 10-20% людей написали, что я очень пафосная. Скажу вам честно, я не пафосная, хотя многие так думают, особенно те, которые меня не знают, особенно те, которые со мной не пообщались лично. Многие так считают, но скажу вам одно, что это не пафосность, это очень сильная уверенность в себе. Я расскажу вам историю моей жизни, почему я стала такой и как вообще это во мне появилось. Я родилась в очень простой, очень обычной семье обычных рабочих людей. Оба мои родители приехали из Узбекистана, познакомились в Санкт-Петербурге, там же поженились, там же завели детей. И скажу вам сразу, что я и моя семья никогда не обладали ничем особенным. Ни внешностью, ни деньгами, ни мозгами. Мы были очень простые, средний, чуть ниже среднего класса. Мы всегда с моей сестрой отличались какими-то особыми вещами. Наверное, это в нас заложила наша собственная мама. Она говорила нам о том, что мы очень красивые, говорила нам, что мы самые красивые, говорила нам, что мы самые умные. Хотя по факту это не являлось правдой. Но она нас в этом убеждала, и это действительно работало. Еще один важный момент, что мы с моей сестрой ходили в обычную школу, никогда не обладали никакими особыми талантами, никогда там не были ни музыкальные, ни какие-то спортсменки, ничего такого, обычные девочки. Но единственный наш плюс-минус был то, что мы были не такие, как все. В период, когда мне было от 7 до 10-11 лет, я не ощущала, не осознавала того, что я какой-то другой ребенок. Я думала об этом, но я никогда этого не видела, не замечала, и мне об этом никто в лицо никогда не говорил. Единственное, что я считала другим, это то, что у меня почему-то большие губы. Я приходила вечером домой к маме и говорила, мам, почему у меня такие большие губы, почему они не такие маленькие, как у всех, я не понимаю. На что мама мне говорила, что, доченька, тебе очень повезло в жизни, что у тебя такие большие губы, все хотят иметь такие губы, как у тебя. И я и поверила. После того, как я отучилась первые 4 класса в самой обычной дворовой школе, я решила, что я хочу стать ветеринаром, потому что мне всегда нравились животные. Я сказала маме, я говорю, мама, я хочу поступать в медицинское учреждение, я хочу быть ветеринаром, я хочу быть доктором, пожалуйста, помоги мне. И мама нашла самую крутую школу в нашем городе Санкт-Петербурге. Это был лицей медицинский, который меня привели в 5 классе. Ну, вообще эта школа начинается с 5 класса, то есть там нету начальной школы. И я поступила в этот лицей только благодаря своим знаниям, потому что, чтобы туда поступить, нужно было задавать экзамены. Эта школа находилась в самом центре города, на улице Маяковской, если кто-то знает, на пересечении Маяковского и Невского проспекта. И я туда поступила, и меня даже сделали старстой, исходя из того, что я была самой яркой девочкой в первую неделю. Прошло какое-то время, и я осознала, что большинство детей в моем классе, да и вообще во всех классах, во всей школе, это дети очень обезбеченных родителей. Это были дети депутатов, различных политиков, дети отцов, владельцев нефтяных компаний и так далее. И даже когда я ходила к кому-то в гости, хотя я жила на окраине города, и мне нужно было брать электричку, чтобы доехать до школы, я видела, как живут другие дети, и я осознавала, что они очень-очень богатые. У меня было несколько подруг, две, и мы с ними хорошо дружили, они были тоже из очень богатых семей. Но что я хочу заметить, что самое главное, это то, что я была одна из немногих, кто был из бедной семьи. На уровне всех остальных детей я была из бедной семьи. Помимо того, что я была ребенком, не таким, как все остальные. Нас было два нерусских человека во всей параллели. Были еще, может быть, человек пять-десять, которые не являлись чистыми белыми русскими ребятами. Все остальные были беленькие. Нас было двое, я и еще один мальчик. Он был настоящий ботаник, он был в очках, он постоянно сидел за уроками, он практически ни с кем не общался. Он был достаточно низкого роста, и поэтому он не особо выделялся. А я всегда была самой высокой, я была всегда самой худой. И как-никак, даже в том возрасте у меня был какой-то характер. То есть я не стеснялась никогда ничего, я могла идти вперед. И именно поэтому меня и сделали старство класса. Потому что, зайдя в класс, они поняли, что я, наверное, самая яркая личность из всех. Хотя я не обладала сильной уверенностью в себе. Я училась в этой школе один год. И что случилось, я расскажу вам. Я всегда была хорошисткой. У меня никогда не было проблем с обучением. Я иногда делала уроки, но зачастую я их не делала. Зачастую я настолько грамотно осознавала всё, что преподают на самих занятиях, что я понимала, что мне не нужно учиться. Мне не нужно домой идти и заучивать стихи, параграфы, что я и так всё поняла. Естественно, иногда я делала уроки, но зачастую я этого не делала. Я была хорошисткой. Я никогда не была отличницей, наверное, исходя из того, что я никогда не делала уроки. За этот год обучения в этом лицее я была всего лишь там один год. Моя жизнь превратилась в ад. Все дети этой школы, все дети параллельных классов надо мной начали очень сильно издеваться. Наверное, потому что у меня был какой-то характер, а дети очень жестоки. Наверное, потому что я была не такая, как все. Не настолько богатая и не настолько белая, как все остальные. И меня очень сильно загнобили. Меня называли всеми плохими словами, которыми можно называть. Но все эти слова были связаны только с моей национальностью, с моими узкими глазами и с моей чёрной кожей. Соответственно, все мои оценки упали вниз за секунду. Я превратилась из хорошистки в двоечницу-троечницу. Вплоть до того, что я пыталась подделывать свои оценки в дневнике. Не только в дневнике, а ещё, конечно же, в самом журнале. Так как я была старта и носила журнал на руках, у меня была такая возможность. Тут не о чем гордиться. Это просто была уже безысходность. И в конце года учительница позвонила моим родителям и сказала, что, вы знаете, вашей дочери здесь не очень хорошо. Мы не знаем, что случилось, но вам, наверное, стоит её отсюда забрать. Ну, это была политика школы. Они не хотели видеть или слышать или обучать детей, у которых плохая успевает. Они сделали всё, чтобы я оттуда ушла. Я была рада уйти. Я помню, как мне об этом сказала мама. По-моему, я даже её сама просила в конце года. И потом уже, когда позвонил учитель, я об этом сказал. Она сказала, что да, хорошо, давай мы тебя переведём. Мы перешли в обычную школу. Прошло лето. В принципе, ничего не поменялось. Я больше не видела этих всех детей после окончания школы. Я даже помню, как в конце учебного года в этом медицинском лицее учительница сказала, что давайте мы выберем нового старства. Я помню, как все дети аплодировали и смеялись надо мной, говоря, что наконец-то это чёрное больше не будет главной. Ну, в общем, это было обидно, это было грустно и печально. Но это меня очень сильно научило жизни. Это меня очень сильно поставило на место и объяснило мне, как вести себя. Проблема заключалась только во мне в тот период. Не в этих агрессивных детях, не в период времени. Хотя в тот момент в России очень сильно расцветала субкультура нацизма. Было очень много бритоголовых, было очень много скинхедов. И они постоянно, во всех новостях постоянно говорили о том, как здесь и там был побит тот или иной кастарбайтер, хачек или ещё кто-нибудь. Даже на мою собственную сестру как-то напали на Невском проспекте, зав ей, что она чёрная, ударив её по ноге со всей силы. В общем, это было. Сейчас этого нет. По крайней мере, я об этом не слышу так много. Наверное, потому что этих национальностей стало намного больше. И может быть, даже во многих школах, во многих классах это половина или даже больше половины детей той национальности, которой являюсь я. И уже сложно кого-то обижать именно из-за расы. Так перейдём ко мне. Я помню, как я закончила школу, и было лето, я пыталась забыть всё, что там произошло, я не хотела бы это вспоминать. Я наслаждалась летом. Я помню, как я поступила в новую школу. И было 1 сентября. Я по жизни очень пунктуальный человек. Я никогда, никуда не опаздывала. Можете спросить или увидеть. Это подтвердит, в принципе, любой мой знакомый, любой мой друг. Что я суперпунктуальная. И так получилось, что я опаздываю на 1 сентября. Я не знаю, как так вышло. Я не знаю, почему я опаздывала. Но я опаздывала. И все уже сидели в классе, когда я захожу в класс. И все сидят. И учительница говорит, здравствуйте. Вы сюда пришли? Кто вы? Я говорю, здравствуйте. Меня зовут Сапарниязова Юлдус. Кто, кстати, не знал, Юлдус – это мое настоящее имя. Данная моя родительница при рождении. И до сих пор вся моя семья называет меня Юлдус. Кроме моего мужа, кстати. Я говорю, я Сапарниязова Юлдус. И учитель не поняла. Ну, естественно, для нее это имя, которое она слышит первый раз. Плюс такая длинная фамилия, такое сложное имя. Она переспрашивает меня еще раз, кто, прости. И я говорю, Сапарниязова Юля. Я не знаю, почему я решила взять это имя, но как-то вот так вот в момент я решила, что я Юля. И с того момента я стала другим человеком. Потому что я помню, как я шла в школу, вспоминая всю ту обиду, всю ту горечь, которую мне доставили эти дети. Я поняла, что я не хочу быть тем, кем я была там. Я решила, что я хочу быть новым человеком. И я буду всем это доказывать. Я прям иду в школу, я прокручиваю эти мысли. Я захожу в класс, и я говорю, что я Сапарниязова Юля. И с того момента я стала тем, кем я являюсь сегодня. Суперуверенная, суперагрессивная, мощная, просто вечная в огне Юля. И это правда. Я не знаю, хорошо это или плохо, но лично мне это очень помогло. И я благодарна каждому ребёнку, который подходил и издевался надо мной. Который мне говорил в лицо или за спиной, что я какая-то не такая, какая-то не особенная. На самом деле нет. Я самая особенная из всех. Самое главное для всех, для вас, это понять, что вы единственный и неповторимый человек на этой планете. Со всеми вашими плюсами и со всеми вашими минусами. Какого бы цвета, с какими бы конечностями, с какими бы волосами, с чем угодно, вы не родились, вы единственный человек на этой планете. И никто, никто никогда не будет такой, как вы. И вы должны это осознать. Вы должны осознать, что вы самый лучший человек, самый красивый, самый прекрасный. Вы должны это осознать именно сейчас и именно сегодня. И тогда всё вокруг вас начнёт меняться. Если вы даёте слабину, если вы кому-то показываете, что вы или боитесь, или вы не знаете, правильно ли вы поступаете, тогда люди и будут думать о вас именно так, как вы думаете о себе сами. Но если вы заходите в пространство и говорите всем вокруг своим видом, своей энергией, что вы лучший человек, не лучше остальных, а вы лучший. Вы лучший для себя. Вы самый прекрасный для себя. Не для кого-то, а только для себя. Поверьте мне, все вокруг будут так думать. Все. И пускай у вас не самые красивые лубы, или не самые пушистые волосы, или, может быть, вы не самый худой, или недостаточно мускулистый, это всё не имеет значения. Имеет значение только то, что у вас в голове. Имеет значение только то, что вы осознаёте про себя. И это очень важно. Очень важно понять, очень важно увидеть в себе что-то особенное, что-то то, что нет ни у кого другого. И, скорее всего, это не какая-то одна вещь. Скорее всего, это не просто там, «О, у меня самые красивые глаза». Нет, дело не в этом. Дело в том, как вы об этом думаете, что конкретно вы думаете, и как конкретно вы посылаете эту энергию вокруг вас. Я надеюсь, что вам было полезно это видео, потому что это именно тот пример, который произошёл со мной. Потому что прошло немного времени, прошёл всего лишь один год, и за один год моей жизни, в 11-12 лет, я стала абсолютно другим человеком. Я не изменилась внешне, я не стала богаче, у меня не стали красивее волосы, ничего этого не произошло. Произошло только моё внутреннее перерождение. Моё внутреннее «я» внутри меня сказала самой себе, что с сегодняшнего дня ты самая лучшая, самая красивая, ты королева. И когда ты зайдёшь туда, ты всем это покажешь, и люди тебе поверят. Так и произошло. Я надеюсь, вам понравилось это короткое видео. Если да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и обязательно напишите мне внизу, что вы думаете, через что вы сейчас проходите. Чувствуете ли вы, что вам не хватает уверенности? И я обязательно постараюсь вам всем ответить, рассказать, помочь, попытаться перебороть все ваши страхи. Люблю, целую, peace, а, я встану забываю, peace, love. Это было кое-что добавить. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день я являюсь православной христианкой. Я приняла христианство два года назад. Скажу вам одно. Но я очень люблю и очень ценю место, где я родилась. Для меня это моя родина. Для меня это место, где я выросла. Когда меня спрашивают в Америке, откуда я? Потому что обычно американцы спрашивают, where are you from? Я говорю, что я русская. Я говорю, что я из России. Я говорю, что я русская. Хотя по крови я не русская. По крови я узбечка, намешанная со всеразличными нациями. Но мои родители никогда меня не воспитывали, как узбечку. Отец пытался, когда я была маленькая, привить, может быть, мне какие-то определенные женские качества узбекской мусульманки. Но мне кажется, он сам толком-то не знал, что это такое. Учитывая тот факт, что в тот период все были рождены и выращены в Советском Союзе. Так вот, это очень важный момент. Я не испытываю неприязни к месту, где я родилась. Я очень люблю Россию. И до сих пор, и по сей день являюсь настоящей патриоткой России. Наверное, если бы мне предложили переехать обратно, я бы собралась и уехала, не боясь ничего. Конечно же, есть какие-то определенные вещи, которые на сегодняшний день меня смущают. Но я все равно настолько сильно люблю русский народ, русскую душу, русскую историю и саму Россию, что я не считаю себя узбечкой. Да, я родилась в узбекской семье. Да, мои родители узбеки. Но я не узбечка. Я узбечка только снаружи. А внутри у меня настоящая русская душа. Не знаю, правильно ли так говорить, но это то, кто я. И я надеюсь, что я смогу своему сыну передать частичку этой русской культуры. потому что он не русский. Он не узбек. И он не молдаванин. Он американец. Потому что он родился в Америке. Конечно, если завтра я перееду в Россию с моим сыном, наверное, он сможет стать русским. Но если он будет жить здесь, все свое сознательное детство, впитывать культуру, язык, особенности, понятия этой страны, он будет американцем. Для меня национальность — это состояние души. Естественно, есть надпись в паспорте о том, кто ты. Или твой паспорт свидетельствует о том, кто ты. Но я к этому отношусь по-другому. Потому что я прочитала несколько комментариев под видео Элины, что люди подумали, что я не люблю то место, которое меня приняло. Во-первых, меня никто не принимал. Я не выбирала место, где родиться. Но я родилась там, и я этому очень благодарна. Я люблю Россию, и по сей день считаю, что Питер — это лучший город на планете. Так что, друзья, дело не в национальности, а дело в том, что все мы люди вне зависимости от того, какого мы цвета. И все мы должны относиться друг к другу абсолютно одинаково. Вывод? Будьте добры! Будьте добры!